Здравствуйте! В эфире новости. С вами я, Ижан Коломбаева, сурдоперевод Светланы Слесарской. Коротко о главном. 40 тонн молока в сутки. Переработать и обеспечить местный рынок готовый в Федоровском районе. Здесь строится молочно-товарная ферма. Акимобласть ознакомился с развитием района. Повысить качество образования. Как в Костнайском регионе реализуется проект «Целевые школы». Какие учебные заведения окажутся в центре внимания. Житикаринская молодежь поборолась за звание лучшей организации. С удовольствием и пользой активисты провели время на природе. В аккорде состоялась торжественная встреча федерального канцлера Германии, прибывшего с официальным визитом в Казахстан. Хасым Жумар Тухаев и Олаф Шольц провели переговоры в узком составе. Глава нашего государства поблагодарил Олафа Шольца за то, что он принял приглашение посетить с официальным визитом в Казахстан. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил президента Казахстана за гостеприимство и отметил важность дальнейшего укрепления казахско-германского взаимодействия. Собеседники обсудили вопросы разрешения политических и торгово-экономических культурно-гуманитарных связей двух стран. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области энергетики и зеленого перехода, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, изменения климата, экологии, сельского хозяйства и образования. В Аккурде состоялась церемония вручения видному государственному и общественному деятелю, генерал-полковнику, ветерану органов национальной безопасности и обороны Халака Хармана Токпакбаеву Сату Бесимбаевичу, знака особого отличия, золотой звезды и ордена ОТАН. Хасым Жумар Тухаев отметил, что Сат Токпакбаев пользуется большим уважением в обществе, а его биография неразрывно связана с жизнью страны. Сат Токпакбаев поблагодарил Хасым Жумар Тухаева за признание его заслуг в сфере национальной безопасности и обеспечения стабильности нашей страны. Спикер Сената Маулен Ашимбаев на заседании Бюро обсудил с депутатами важность качественной организации информационно-разъяснительной работы, касающейся референдума по вопросу строительства АЭС. Как почернул Маулен Ашимбаев, по инициативе главы государства, 6 октября в стране пройдет республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. В рамках деятельности Народного штаба сенаторы также будут активно задействованы в данной работе – выезжать в регионы и разъяснять задачи референдума, рассказывать о важности строительства АЭС. Также на заседании Бюро была уточнена повестка предстоящей Верхней Палаты. Депутаты рассматривают законопроект о новых требованиях к водителям мопедов в стране. Курс на животноводство. В следующем году в Федоровском районе будет запущена современная молочно-товарная ферма на 1200 голов. Сейчас полным ходом идет строительство. Накануне там побывал Акимобласть Кумар Аксакала в рамках своей рабочей поездки. Получать там будут не менее 40 тонн молока в сутки и обеспечивать не только регион. Расскажем подробности. Рабочая поездка Акима области в Федоровский район началась с села Пешковка. Кумар Аксакала встретился с местными сельхозтоваропроизводителями. Они не только выращивают хлеб, но и за жизнь сельчан переживают. Хозяйство у нас состоявшееся уже. Окрепли, где-то производственные базы укрепили, где-то технику практически обновили, всю новую технику. Благодаря, конечно, помощи государства и лизинговой программы, и льготные все эти процентовые дела. Поэтому нам это село, оно дорого. Мы здесь жили всю жизнь и будем жить. Сегодня каждый предприниматель, особенно в сельской местности, должен трудиться не только ради денег. Нужно заботиться о жителях, предоставлять рабочие места, соблюдать порядок и в хозяйстве, и в населенных пунктах. Об этом сказал президент в своем послании. Сейчас у государства возможности есть и ремонтировать, и содержать, и так далее, и так далее. Я прошел у сельхоз товаропроизводителей быть хозяинами настоящими на земле. Вы же слышали, как глава государства, когда три дня тому назад был в Кустанайской области, и сказал, что, и в послании он сказал об этом, крестьяне, которые не будут, не заботятся о людях. Нам не нужно. У нас все мы местные, мы все тут родились. Вот вы являетесь примером того, как надо работать. И в советское время, я помню еще, Пешковку когда проезжали, так она всегда была чистенькая, это традиционно было. Поэтому за все, что вы сделали в свое время и по восстановлению, это очень хорошо, это поучительно. Село должно обеспечивать жителей продукции сельского хозяйства. Чтобы предприятие стабильно работало, нужна диверсификация производства. На полях выращивать хлеб на фермах скот. В селе Бановка сегодня большая стройка. В скором времени здесь появится молочно-товарная ферма на 1200 голов. То есть, окончание строительства первого этапа у нас в декабре 2024 года. Закончание строительства второго объекта – это мае 2025 года. То есть, таким образом, мы следующим летом получим 1200 голов. Вот, и, соответственно, закончим все. В марте планируется у нас завод скота. Предприятие будет современной. Общая стоимость фермы – порядка 5 миллиардов тенге. Акимовласти скажет, молоко сегодня необходимо региону. Как на прилавки магазинов, так и на перерабатывающие заводы. 1200 – это дойного стада. В перспективе, правильно ли, стадия? Сегодня вот Курар, он дует 1000 голов. 1000 голов. Ты вот, Курар, в Федоровском проекте. Получает ежедневно 30 тонн молока. 30 тонн молока. Значит, продает на Буромов завод по 240, по-моему, тенге. 243 тонн, вот считается. А свыше 6 миллионов тенге ежедневно предприятия получают доход от молодых. Почти завершено строительство 24-квартирного дома в районном центре. Предназначен он для очередников уже в ближайший месяц. И здесь будут праздновать новоселье. Приобретение жилья должно быть не только в областном центре, но и в районных центрах. Об этом говорил глава государства в прошлом году. Поэтому это один из первых домов в районных центрах, который пойдет по программе «Отпаса банка». Потому что очередь на приобретение кредитного жилья, она есть. Вообще в целом жилье. Ну и один из механизмов, конечно, это кредитный жилье. Уже на встрече с населением в онлайн-формате официально запускают сразу два водопровода в селе Александрополь и Кравцово. А это почти 160 абонентов. В деревне без воды, конечно, очень тяжело жить. Потому что так попадали. Это источник жизни. Для жителей нашего села сегодняшний день это событие, это не просто праздник. Это как новый уровень жизни. Наша задача, в целом государство задача, не только воду завести в село. Вот пункт раздачи воды был построен, а конечная задача, чтобы были проложены сети внутри поселков, внутри поселка. И в результате проложения сетей, чтобы каждый житель имел возможность подключить себе воду в дом. О главных социально-экономических показателях расскажет о Кимрайону Тауба и Сабаев. Сейчас полным ходом идет уборочная кампания, строятся новые предприятия. В настоящее время в районе результата инвестиционных проекта на офис сумму 5,8 миллиардов тенге с созданием 78 рабочих мест. Работа по привлечению инвестиций сегодня идет в целом по всей области. Основные промышленные предприятия сосредотачиваются в индустриальной зоне Кустаная. Это все делается прежде всего для благосостояния жителей. Граждане же должны не забывать, что их родина должна быть чистой. Для этого в стране реализуют проект «Таза Казахстан». Глава государства уже соответствующее поручение дал. Это не акция. Какими-то субботниками, выходами, пофотографировавшись с мешком, либо с метелочкой не получится. Все будем работать. Все будем работать. Вот для того, пока наши села не будут отвечать требованиям жителей этого села. По традиции на совещании вопросы от жителей делается много, но проблем тоже хватает, отметил глава региона. Впереди большая работа как в городах, так и в селах. Любовь Аплачкина, Алибек Султанов, телеканал Кустанай. Работа закона о масс-медиа, деятельность платформы для петиций и создания креативной площадки. Эти и другие вопросы обсудили на площадке региональной службы коммуникации во время брифинга с вице-министром культуры и информации Евгением Кочетовым. К обсуждению вопроса присоединились и наши корреспонденты. В рамках рабочей поездки в Кустанайскую область вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов выступил на брифинге, где были подведены итоги встречи с населением. Кроме того, интересующие вопросы могли задать представители СМИ. Один из важнейших – вступление в силу нового закона о масс-медиа. Я думаю, что должны произойти какие-то случаи, должно пройти время, чтобы внести какие-то изменения. Наш министр об этом же и говорила, что давайте мы сейчас посмотрим, как эти правила начнут действовать, что будет происходить, как, собственно говоря, работа пойдёт, а потом будем смотреть и разбираться, как всё-таки двигаться дальше. Никто в глухую оборону не уходит, и никто не говорит, что это константа. Во время брифинга также обсудили и деятельность цифровой платформы для петиций e-petition. С недавнего времени сайт для обращений и требований набирает активную популярность среди населения. Как резюмировал министр, этот проект для нашей страны в новинку, поэтому по нему предстоит ещё немало работы. Институт петиций – это тема для нас же новая, очень сильная. И, возможно, действительно, знаете, есть шероховатости. Есть шероховатости по деятельности самой платформы. Я это говорю как человек, который цифровизацию курирует в министерстве, что сам процесс подачи заявки и так далее недостаточно, может быть, так, как хотелось бы, устроен. Но тот неподельный интерес, знаете, который это вызвало, эта тема внедрения судопетиции вызвала, я думаю, нельзя сказать, что это был выстрел мимо. Также на площадке региональной службы коммуникации затронули вопрос о создании единой площадки для реализации творческих идей областного креатив-хаба. Все озвученные проблемы и предложения в ближайшее время будут приняты к рассмотрению, озвучил вице-министр. Ульзада Ишуакова, Олег Сытник, телеканал «Костанай». Министерство энергетики совместно с организациями атомной отрасли провели масштабную работу по изучению опыта ведущих стран в сфере атомной энергетики. В рамках этой работы были изучены передовые технологии и методы строительства АЭС и их эксплуатации от мировых поставщиков ядерных технологий. Изучение опыта ведущих стран дает Казахстану возможность с учетом национальных интересов и особенностей выбрать наиболее безопасные и экономически эффективные технологии для развития атомной энергетики. До проведения референдума по строительству АЭС осталось меньше месяца. Определена конкретная дата референдума по строительству атомной электростанции. И 6 октября, конечно же, каждый казахстанец, каждый гражданин Казахстана сможет сделать свой выбор и выразить свое отношение к данному вопросу. Я думаю, что нынешнее послание, оно достаточно объективно освещает те вопросы, которые необходимо в ближайшее время решить в нашем государстве. В Казахстане продолжает действовать республиканский проект «Целевая школа», который был запущен по всей стране. Отныне некоторым учебным заведениям будут уделять особое внимание. В Коснайской области уже определен список. Здесь работа будет организована особым образом, чтобы повысить качество образования. О каких учебных заведениях идет речь и как организован процесс узнал наш корреспондент Амерлан Байгонас. В Казахстане стартовал национальный проект «Целевая школа». Он охватит 943 общеобразовательных учебных заведений, 15 из которых находятся в Костанайской области. Работать они будут в пилотном режиме для того, чтобы повысить знания обучающихся в школах. По инициативе Министерства просвещения Республики Казахстан в новом учебном году в рамках национального доклада «Качественное образование, доступное каждому» реализуется республиканский проект «943. Развитие целевых школ в стране». Цель проекта – повышение качества образования в организациях. Министерство просвещения, исходя из композитного индекса, отобраны школы для того, чтобы оказывать им качественную методическую помощь. Распределены школы на три категории. Это средние школы, затем школы с высокими результатами и школы целевые. И вот как раз таки в нашем регионе сейчас реализуется проект, очень важный. Этот проект реализуется вообще во всех регионах нашей области, по всему Казахстану. Это 943 развития целевых школ страны. В первом потоке от нашей области будут участвовать в данном проекте 15 школ целевых. И во втором потоке будет задействована 91 школа. План работы проектного офиса направлен на Казани консультативной и методической помощи выбранным школам. А самое главное – на повышение качества образования. Что касается данного проекта, то он прежде всего направлен на то, чтобы оказывать действенную методическую помощь для повышения качества образования. Композитный индекс был сформирован, исходя из показателей участия обучающихся в таких исследованиях, как МАДО, ПИЗА. И также исходя из качества, категорийности педагогов школ. И на первом этапе мы работаем сейчас с 15 школами. В нашем регионе создан проектный офис. Показатели, которые достигают нашей обучающейся при прохождении этих исследований, они дают нам, в общем-то, тему для того, чтобы строить дальнейшую работу. На что обратить внимание. Но основной акцент сейчас делается на развитии функциональной грамотности. Основная школа в селе Озерно Костанайского района принимает участие в республиканском проекте. Директор учебного заведения Жумобекен Урситов отмечает, что главная задача проекта – развитие и активизация школ. На основе национального доклада о доступном и качественном образовании для всех находится и наша Озерная основная школа. В настоящее время в школе проходят курсы, проводят его Национальный институт квалификации. Курс очень разнообразен, оказывает поддержку для учителей. Главная задача проекта «Целевая школа» – это развитие и активизация школ. Общая цель проекта – уменьшение числа целевых школ с 32% до 15% к 2028 году. Завершающим этапом в работе методиста станет организация проведения форума «Целевых школ». От цели к достижению, на котором будут подведены итоги работы за год. Амирлан Баганыс, Диарахмечин, телеканал Костанай. Житегаринская молодежь поборолась за звание лучшей организации района. Призовой фонд конкурса составил 100 тысяч тенге. Более 50 молодых людей из разных предприятий собрались на фестивале «Житегаража Старая». Мероприятие направлено не только на выявление лучших, но и на развитие активной жизненной позиции молодого поколения. На фестиваль отправилась и наша съемочная группа. На площадке детско-оздоровительного комплекса собрались организации разных сфер деятельности. Это представители отдела образования, спорта, а также производящих и перерабатывающих компаний. Каждая из 12 команд готовилась на фестиваль заранее. В рамках домашнего задания они показали свои творческие номера. Я представляю команду Житогаринского района отдела образования. Мы являемся участниками данного мероприятия. Естественно, мы хотим победить, только победить. Я первый раз участвую в таком мероприятии. Надеюсь, будут положительные эмоции и интересное времяпрепровождение. Помимо заранее подготовленных творческих номеров, участники соревновались и в других конкурсах. Они проверили свои знания в интеллектуальных играх, а уровень физической подготовки в спортивных состязаниях. Наша команда состоит из пяти человек. Мы приехали от предприятия ТО «Мехлетком», чтобы получить позитивные эмоции, веселье, юмор и, конечно же, чтобы победить. Сегодня мы собрались в таком хорошем месте, в лагере солнечном, где свежий воздух, зелень и хорошая атмосфера. Молодежный фестиваль «Житие гаража Астара» становится доброй и веселой традицией. Организаторы проводят такое мероприятие второй год подряд. Главой государства особое внимание уделяется развитию молодежной политики. Проводятся различные программы в поддержку развития молодежи. Вы знаете, сейчас это молодежная практика с дипломом в село, первое рабочее место. Выделяются специальные гранты по развитию малого и среднего бизнеса. Поэтому вообще сфера молодежи, она такая, что затрагивает, наверное, все аспекты нашей жизни. Это и образование, и развитие спорта, и государственная служба. Помимо этого вы можете сами между собой пообщаться, какие-то проблемы обсудить, поделиться своими достижениями и успехами. Поэтому, уважаемая молодежь, вы у нас самая активная. Я думаю, что, не побоюсь этого слова, что вы достойно представляете наш Детегоринский район в области. Поэтому я вам хочу пожелать, самое главное, крепкого здоровья, успехов. Приглашенные спикеры провели для участников мастер-классы, которые направлены на повышение профессиональных навыков. А вечером команды повеселились на тематической вечеринке, направление которой стало дефиле в стиле мафии. Заказчиком этого мероприятия является КГУМа-удержный ресурсный центр Детегоринского района. Организатором является Санала Рупак. Здесь мы собрали более 50 человек молодежи. Цель данного мероприятия – это сбор молодых людей на такой интересной креативной площадке, где они могут себя показать, творчески проявить. Данное мероприятие является двухдневным. Здесь мы пригласили на это мероприятие спикеров областных. Здесь будут проходить тренинги, спортивные игры, тимбилдинги и так далее. По итогу второго дня мы выявим лучшую организацию района, которая выиграет 100 тысяч тенге. Для определения победителей учитывались не только баллы конкурсов, но и дисциплина, а также активность участников в течение двух дней фестиваля. По итогам конкурса лучшей организацией района признан Житегоринский политехнический колледж. Для участников данный фестиваль стал возможностью завести новые знакомства, поделиться опытом с земляками и отвлечься от рутинных рабочих будней. Айжан Коломбаева, Анастасия Троян, Зиар Ахмечин, телеканал Костанай. Открытый чемпионат по спортивной гимнастике прошел в Костанай. Здесь собрались юные спортсмены из ближайших регионов страны. Далее из 35 гимнастов выберут лучших, которые представят честь области на республиканском турнире. Также одна из главных целей мероприятия – почтить память мастера спорта Республики Казахстан по спортивной гимнастике Аяна Молдогалиева. Аян Молдогалиев начал свою спортивную карьеру в 2007 году. Позже стал многократным чемпионом Казахстана, вошел в национальную сборную страны. Представлял республику на международных турнирах. Чемпионат Азии среди молодежи и юношеские олимпийские игры. В соревнованиях на брусьях за Кубок мира по спортивной гимнастике вошел в пятерку лучших. Пришедшие гости почтили память великого спортсмена «Минутой молчания». Этот парень тоже на протяжении 15 лет прославлял нашу область. И такие высочайшие достижения показал, как бронзовый призер чемпионат Республики. Был чемпионат Азии среди молодежи в Индонезии. В составе сборной команды они завоевали бронзовые медали. Тем самым он завоевал право участвовать на юношеских олимпийских играх, которые проходили в октябре месяце в Буэнос-Айресе и в Аргентине. Регламент тоже был очень непростой, сложный. Один человек от страны. И соответственно наша область завоевала это звание. Так что мы гордимся этим парнем и всегда будем помнить о нем. Турнир это у нас открытый чемпионат Кустанайской области «Плановый». Идет в рамках подготовки к чемпионату Республики Казахстан, который пройдет в Алма-Ате в октябре месяце. Буквально вот еще две недели. После этого турнира команда будет здесь проходить учебно-тренировочный сбор. Вот эти люди, которые выступали, лучших мы отберем. И соответственно будем готовить на чемпионат Республики. Чемпионат Республики пройдет 5-го числа будет команда выезжать в городе Алматы с 7-го по 13-го октября. Где 8 человек будут представлять нашу Кустанайскую область. Один из спортсменов – аделет Исмагамбетов. Он приехал побороться за золото из столицы Казахстана. Занимается спортивной гимнастикой порядка 5 лет. Мечтает стать олимпийским чемпионом. Я сам захотел на гимнастику пойти. Я когда маленький был, я сначала не знал, что такое гимнастика. Но мне потом папа показал видео и мне понравилось. И я вот сказал, а можно меня записать на спортивную гимнастику. И он сказал, все хорошо. И потом мы поехали на этот вид. И там были тесты. И меня приняли на эти тесты. Я занимаюсь уже до сих пор. Самая первая моя была в Астане. Я тогда был маленький. И я завоевал второе место. А самая лучшая медаль – это в этом году первое место. Победителем в этом разряде, в этой возрастной группе стал Исмагомет Афадилет. Дорога Астана. Своё отличительное мастерство показал и Тамерлан Бужаков. Занимается гимнастикой с 7-летнего возраста. 13-летний спортсмен имеет первый взрослый разряд. Следующая поставленная цель – кандидат мастера спорта. Далее планирует стать мастером спорта и гордо представлять страну на международной арене. Меня отвёл дядя. Я пришёл, посмотрел. Я год походил, потом бросил. Потом заново пришёл, мне понравилось. И я вот уже начал дальше заниматься. Я занял первое место в Алма-Ате 4 раза. Тут сила, спорт, выносливость вырабатывается. И вот я выбрал. Настроиться на победу и показать мастерство, а точное – годами. Ради этих нескольких минут спортсмены тренируются ежедневно на протяжении нескольких лет. Результат того стоят, уверены участники. Аян, мой братишка, он с пяти лет пришёл в стены в этой школы, сам выбрав в садике, увидев объявление, увидев по телевизору выступления спортивной гимнастики и сам захотел выбрать этот путь. Мы очень благодарны организаторам в школе спортивной гимнастики, Федерации спорта, а также тем, кто причастен. Всем участникам вручили статуэтки и грамоты памятного турнира. Семья Аяна Молдогалеева с поддержкой Федерации спорта планирует проводить такие соревнования ежегодно, чтобы не только почтить память великого спортсмена, но и вдохновить юных гимнастов на достижение больших высот. Айжан Каламбаева, Жанара Ержанова, Алибек Султанов, Телеканал Костанай. На этом новости подошли к концу. До скорых встреч.